Спасательные работы длятся уже второй день. Причины случившегося пока неизвестны. По предварительной версии, обрушение произошло из-за несоблюдения техники безопасности. Известно, что рабочие заливали на втором этаже бетон и, возможно, не рассчитали массу раствора. В результате опоры не выдержали тяжести и рухнули. А цементный раствор мгновенно разлился по всей площадке. Двое мужчин оказались буквально погребенными заживо. Одного-то увезли в реанимацию, а одного еще ищут. Вот. Как там? Ну, вероятность в том, что он будет живой, это, конечно, минимум. Потому что жидкий бетон. Это то же самое, что человек в воде находится. Извлеченный из-под бетона рабочий сейчас находится в больнице. Его состояние врач оценивает как тяжелое. Известно, что он родом из Армении. На месте ЧП до сих пор продолжается спасательная операция. Работают два кинологических расчета, а также два десятка сотрудников городской и областной службы спасения. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшая по неосторожности причинение вреда здоровью потерпевшему. Другие обстоятельства в настоящее время устанавливаются. Здесь находится следователь у нас, который производит сейчас осмотр места происшествия, совместно с его специалистами трудинспекции администрации города. Сейчас на месте ЧП работает тяжелая техника. Спасатели разбирают завалы. Чтобы растащить металлические конструкции, сюда пригнали строительный кран. Есть большая вероятность, что где сейчас производится работа, там находится и второй пострадавший. Потому что собаки показали это место. Будем надеяться. В противном случае придется отрабатывать очень большую площадь уже застывшего бетона. На место прибыли родственники второго пострадавшего. Сейчас операция по спасению продолжается. Специалисты прорубили в полу так называемые воздушные мешки. Полости для того, чтобы собаки смогли точнее определить место, где находится заваленный конструкциями человек.